Сегодняшнее занятие будет посвящено резервному копированию. Кроме того, с предыдущего занятия у нас осталась система управления конфигурацией на примере СОЛТа, с которого мы сегодня и начнем. А потом перейдем к теме самого занятия. Вообще, если начать, так сказать, с постановки проблематики, зачем может понадобиться систему управления конфигурацией? Предположим, для начала, что в каком-то простой ситуации сервер у вас один, вы весь софт, все, что требуется, конфигурируете там разово. И если от этого сервера требуется какой-то новый функционал, вы это там конфигурируете вручную, оно у вас продолжает работать. Если серверов становится два или больше, предположим, одного и того же назначения даже, вам придется выполнить все те же действия по их конфигурации вручную несколько раз, раз за разом. И, например, в случае, если нужно будет оперативно добавить какой-то новый сервер, их придется выполнять снова вручную. Значит, потребуется какая-то оптимизация. Почему бы не сделать эту оптимизацию просто? Написать скрипт, который устанавливает нужные пакеты, запускает нужный софт, добавляет все, что надо в автозапуск, записывает все, что требуется в конфиге. В принципе, такой подход даже в каких-то ограниченных ситуациях будет работать. Проблема в том, что, во-первых, в этом скрипте вам придется, скорее всего, собрать некоторое количество проблем, прежде чем он у вас будет нормально работать. Ну и, во-вторых, если у вас инфраструктура более сложная, чем просто несколько одинаковых машин, например, есть различные роли, которые выполняют разные серверы. Это будут фронтенды, серверы баз данных, балансировщики нагрузки, какие-то серверы инфраструктуры, все, что угодно еще. Вам может быть сложно поддерживать какой-то набор скриптов, которые все таким образом конфигурируют. Другой вполне рабочий подход зачастую – это сделать набор пакетов, для каждой из которых будет содержать в себе зависимость от других пакетов. В них будут находиться, например, нужные файлы конфигурации, и в других пакетах будет находиться ваш софт, который, например, вы сами разворачиваете. И сделать для каждой группы машин мета-пакет, который будет зависеть от тех необходимых пакетов. Этот подход работает уже лучше, чем высказанный, но он иногда упирается в такую проблему, что если два пакета содержат один и тот же файл с разными содержимыми, он будет конфликтовать. Поэтому, например, таким образом, задавая значение содержимых конфигурационных файлов, которые присутствуют уже в системных пакетах, таких как ETC Resolve Conf или что-нибудь еще подобное, будет неудобно. Вам придется либо форкать и самостоятельно поддерживать многие системные пакеты, либо работать с данными конфигурациями как-то иначе. И для того, чтобы решить всю эту задачу целиком, то есть определить набор пакетов, которые должны быть в новой системе, определить содержимое конфигурационных файлов, определить, что должно быть в автостарте, например, какие пользователи должны быть добавлены и так далее, вполне может использоваться единая система управления конфигурациями, которая решает все данные задачи. Ну и, во-вторых, поскольку эта система общеупотребительная, ее используете не только вы, скорее всего, большую часть проблем, которую можно при решении этой не всегда тривиальной задачи получить, уже получил кто-то до вас, зарепортил баг и его исправили. Таким образом, такая система начнет работать раньше и принесет вам, может быть, меньше головной боли, чем написание скриптов самостоятельно. Хотя, конечно, это все вопрос времени и трудозатрат, которые вы в это вложите, и того, какое количество проблем вы готовы на этом пути выдержать. В принципе, если времени у вас очень много, вы можете даже конфигурировать все руками и исправлять ошибки, которые вы допустили при ручной конфигурации. Если у вас очень много времени и высокая толерантность к проблемам, это может даже работать. Но в реальности это практически никогда не так. Времени в обрез, а проблемы могут стоить вам и нервов, и денег, поэтому приходится использовать какие-то уже подобные штатные средства автоматизации. И мы рассмотрим их на примере системы управления конфигурациями SOLT. Он выполняется для таких задач, как параллельное выполнение команд на большом количестве хостов, управление наборами установленных пакетов, содержимым конфигурационных файлов в автозапускном приложении. Ну или также SOLT может применяться для централизованного выявления определенных событий, но это его назначение мы рассматривать не будем, хотя вы можете это почитать самостоятельно. Для того, чтобы начать работу с SOLT, нам потребуется его установить. Давайте начнем с того, что добавим репозиторий SOLT на учебную виртуалку и установим пакет из SOLT-мастера и SOLT-миньон. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, смысл пакетов, которые мы только что установили. В SOLT-арсе одна из возможных архитектур, в которой он может работать, и та, в которой мы будем его применять, в данном примере, устроена таким образом. На каждом хосте, который управляется SOLT-ом, установлен так называемый SOLT-миньон. Это демон, который подключается к центральному узлу, на котором установлен SOLT-мастер, и постоянно ждет указаний. Если на SOLT-мастере такие указания возникают, он отправляет на миньон команду, миньоны выполняет и отчитывается о результатах. Мастер — это, собственно, центральный хост, который... Мастер — это тот самый центр управления, системы управления конфигурацией, который по какому-то, скажем, по команде администратора отправляет соответствующим минианам на соответствующих хостах указания выполнить соответствующие действия. Поскольку у нас есть одна учебная виртуалка, на ней будут установлены миньоны мастер, управлять на ней мастер будет миньоном, установленным на том же хосте. Это, так сказать, вырожденный случай. В таком ситуации вы бы имели полный право спросить, зачем же нам вообще систему управления конфигурацией, но в данном случае только за тем, чтобы как-то научиться и пользоваться. И сконфигурируем миньон. Как я уже рассказал, в рамках данной архитектуры миньон подключается к мастеру, а значит, миньону нужно знать, где находится мастер. В данном случае миньон мастер находится на локальном хосте, это, скажем, в конфигурации миньона. Нужно подключаться к локальному хосту. И запустим сервисы и мастера, и миньона. Для того, чтобы мастер мог понять, что миньон, который к нему подключился, это тот самый миньон, который нужен, используется SSL-авторизация. То есть и мастер, и и миньон имеют у себя приватные ключи, и обмениваются публичными. И если администратор скажет считать вот этот публичный ключ принадлежащим данному конкретному миньону на данном конкретном хосте, то мастер будет считать именно этот публичный ключ правильным. И если вдруг этот ключ не будет подходить к тому, что будет приходить с миньона данного хоста, то мастер с ним работать не будет так, как решить, что произошел какой-то акт подлога. На самом деле от него что-то пытается получить, например, злоумышленник. В данном случае у нас есть один миньон и один мастер, и необходимо получить… Они автоматически конфигурируются? Ключи генерируются автоматически, но принимаются вручную. Например, в данном случае я скажу мастеру вручную принять ключ данной виртуалки, и вам нужно будет поступить так же. То есть это вы знаете, что в данный конкретный момент подключился правильный хост и может принять ключ. И в дальнейшем мастер будет посчитать этот ключ для данного хоста правильным, а все остальные неправильные. Вот я его принял. Также его необходимо на ваших учебных виртуалках принять и вам. Вы получаете список ключей, видите, что есть один еще непринятый ключ, и принимаете его. Он добавил, что unacceptable keys. Unacceptable keys, да. И вам его нужно принять. Нет, там нет unacceptable keys. Там ведь unacceptable keys. Вот, собственно, наверху команда. То, как вы смотрите список ключей внизу, как вы его принимаете. А ведется логирование к каким-нибудь человеку? Правильный вопрос. Правильный вопрос. Предположим, вы запустили какой-то неизвестный демон и хотите узнать, как ведется логирование. Логирование может, если демон совсем себя плохо ведет, не вестись никак, оно может влететь в сеслог или в отдельный файл. На втором занятии, когда мы рассматривали то, как устроен процесс в Unix, мы говорили о том, каким образом, например, процесс может писать файл. Сейчас мы воспользуемся этим знанием, которое, надеюсь, у вас еще осталось. Вот есть soft minion. У него есть определенный PID. Мы хотим увидеть, не открыл ли, например, процесс с этим PID-ом, дескриптор на запись какой-нибудь файл, подозрительно напоминающий файл лога. Положим, мы вообще такого ничего не знаем. Мы говорим lsof-p PID этого файла. И видим, что конкретно данный процесс не открыл. Давайте посмотрим другие процессы minion. И увидим, что никаких файлов, похожих на логи, здесь не открыты, но открыты пайпы. И куда же эти пайпы открыты? Наверное, одна из них может быть открыта в сеслог. Да, так и есть. Как вы видите, salt minion пишет логи в сеслог. И здесь были логи ошибок о том, что публичный ключ не был принят. И, собственно, до того момента, как я его принял вручную, эти ошибки подали туда. И мастер, как вы видите, также пишет в сеслог. Хорошо у всех получилось добавить хвост. Хвост. Давайте это проверим. На всех хостах, которые добавлены, то есть на единственном, запустим простую команду. Команды запускаются, например, cmdrun в салте. Salt. По каким хостам выполняем? Здесь может быть маска, в данном случае по всем. cmdrun. Значит, выполнить такую-то shell команду. И выполним простую команду, скажем, аптайм. Вот в моем случае mini он подключен, и команда выполнилась. Проверьте также, что у вас все в порядке. В принципе, для какого-то простого, так сказать, штатного управления, уже развернутой системой, подобная базовая конфигурация салта, которую мы сейчас рассмотрели, позволяющая отдавать команды сразу на большом количестве хостов, может оказаться даже достаточной. При условии, что софт у вас уже развернут, и вам нужно выполнять регулярно какие-то действия. Где-то на какой-то группе хостов погреб, чтобы посмотреть, на какой, например, из ваших фронтендов пришел запрос, или на какую-то группу хостов накатить обновление. Для этого вполне может до определенного момента быть достаточным и использование подобной модели работы, когда вы только задаете команды. Однако для того, чтобы с помощью салта была возможность конфигурировать с нуля хосты, таким образом, чтобы вы могли накатить на него определенную конфигурацию, и хост мог считаться готовым к работе, нужно настроить не только отправку шелкоманд, но и, собственно, управление конфигурацией. Почему софт так и называется, система управления конфигурацией. Для этого настроим следующее, а именно то, в какой директории будут находиться конфигурации того, как софт будет всем управлять, и группы хостов, на которых это управление будет происходить. Второе, группы хостов, это опциональная вещь. В принципе, ее можно даже не настраивать, а работать просто масками по именам хостов. Но это не всегда удобно, и не всегда имена хостов отражают суть, или, может быть, в какой-то группе будут хосты не очень хорошо матчить на одну конкретную маску, поэтому для нашего примера мы настроим также и группы. Начнем с того, что настроим, то, где будут находиться конфигурации. В директории etc.soft.master.d создадим конфигурационный файл, файл roots.conf. Мы с вами уже многократно обсуждали, почему обычно директории называются вот таким вот образом, что название заканчивается на точку D, и значит, там находится include. Include чего-то, например, include конфигурационных файлов. Так и здесь всякий файл с расширением .conf, находящийся в etc.soft.master.d, будет заинклюзен с салтом в качестве конфигурационного файла. И в данном случае мы сконфигурируем две вещи. Это то, что в etc.soft.base будут находиться конфигурации салта, и то, что в groups.conf сконфигурируем то, какие группы хостов у нас будут. На самом деле в обеих группах будет находиться один хост. Но здесь вы можете обратить внимание на то, что эти две группы сформированы. Да, вы, конечно же, здесь не копипастите, а замените это на адрес своего хоста, иначе у вас ничего работать не будет. Повторяю еще раз, замените в первой строчке, где группа тест, имя хоста на свой, потому что иначе я буду проходить мимо вау, говорить каждому, что это нужно заменить. Конечно, можно. Если бы их было... Нет, это немного другое. Это не подсети, это список минимумов. Здесь их нам нужно перечислить. Есть другой способ, вы совершенно правильно упомянули, что не обязательно их всех перечислять. Их можно объединить по какому-то признаку. И именно это демонстрирует вторая группа. L, собака, адреса через запятую, таким вот образом каким-то, это список минимумов, к которым нужно подключаться. Которые должны входить в данную группу, вернее. Есть другой способ. Объединить хосты в группу по какому-то признаку. Например, давайте создадим группу всех хостов, на которых стоят дистрибутивы семейства CENTOS. Для этого используются так называемые грейны, о которых мы поговорим позже. И в этих грейнах содержится разного рода информация о системе. Об аппаратной конфигурации, о том, на чем эта система установлена на виртуалке или на физическом хосте, о том, какая там установлена операционная система, и так далее, и тому подобное. Это мы обсудим позже. И по таким признакам может также объединять хосты. Вот, например, можно создать группу всех хостов с CENTOS. Если у вас там есть, например, группа хостов с CENTOS и группа хостов с UBUNTA, и для какого-то пакета, который вы используете в UBUNTA, вышел, например, срочный фикс уязвимости, и вам надо его накатить на все хосты с UBUNTA, вы можете сделать группу из всех хостов с UBUNTA и накатить все это туда разом, при желании. Или, если у вас есть какие-то другие виды осмысленной группировки, например, у вас все физические хосты используются как серверы виртуализации, а ваш софт развернут, собственно, на виртуалках, вы можете сделать группу серверов виртуализации просто по признаку, что это физические хосты. Тогда такой подход тоже может иметь право на существование. И в данном примере заданы две группы, и они, естественно, оба укажут на одну и ту же виртуалку, на нашу учебную. Перезапустим мастера, и нужно будет после перезапуска мастера подождать некоторое время, около минуты, пока миниан осознает, что произошло, и к мастеру переподключится. Поэтому я сейчас пока не спеша подготовлю команду, которой буду проверять то, чтобы группы применились. Salt-N за главное имя группы. И на хостах из этой группы выполним команду. И вот сейчас видим, что миниан уже подключился, и все в порядке, все у меня работает. Итак, если у всех все получилось, то перейдем. Собственно, к управлению конфигурацией. И в качестве примера используем тот же самый простой демон НТП. Нужно с помощью системы автоматизированной конфигурации сделать так, чтобы НТПД был обязательно запущен, установлен пакет НТП, запущен НТПД, и сконфигурирован определенным образом, а также, чтобы он был в автостарте. И перед тем, как он запустился, была бы выполнена разовая синхронизация времени. Давайте это обеспечим. Во-первых, подготовим VTC-Slockbase в той директории, которую нужно было создать, и которая указана в вас файл. РУДС-КОНФ, только шаблон конфигурации, который будет в дальнейшем применяться на хостах. Назовем его так же НТП-КОНФ. Поскольку в данном случае шаблон тривиальный, то есть никаких подстановок там не выполняется, в зависимости от того, что именно имеется на хосте, просто вставим туда тот конфигурационный файл, который в дальнейшем по хостам будет распространяться. И создадим сценарий работы салта, салт-стейт файл, который укажет, что же именно нужно сделать. Вы можете сказать, что это может быть не совсем оптимальный способ, но я здесь специально это сделал, чтобы увидеть побольше возможностей работы салтом, и прокомментируем то, что в этом конфигурационном файле содержится. Первое, что нужно обеспечить, это то, что НТПД будет установлен. То, что нужно убедиться, что пакет установлен, и что сервис добавлен в автозапуск. Вот, что НТПД запущен, и что сервис добавлен в автозапуск. Вот сервис running name NTPD, этому нужно убедиться, и нужно добавить его автозапуск, enable true. Далее нужно сконфигурировать NTP.conf. Согласно тому, просто взять из салта, здесь указывается путь в рамках, причем корнем считается та директория, которая указана в файл.рус, как saltbase, и в нашем случае это etc saltbase, и из нее должен будет взять файл NTP.conf, и положен в etc ntp.conf, с владельцем root и группой root, с правами 644, и использовался стандартный язык с шаблоном джинджин, но в данном случае это тривиально, поскольку шаблона там никакого нет. Далее НТПД требуется остановить, выполнить первичную синхронизацию времени, и запустить НТПД. Все как раз таки более-менее понятно, что для того, чтобы он запустился в уже синхронизированном времени, вдалее же просто его поддерживал. Ну, предположим, мы немножечко беспокоимся о том, что мы хотим сделать, и хотим сначала проверить то, что будет сделано. Это еще одно преимущество использования системы управления конфигурацией над какими-то кастомными решениями, то, что он всегда даст посмотреть то, что мы хотим сделать, прежде чем сделаем. Поэтому напишем команду test salt на группу machine test state apply, то есть применить вот этот файл состояния, которое мы сейчас подготовили, применить НТПД, потому что подготовили мы НТПД СЛС, и test равно true, он просто покажет, что он бы сделал, но на самом деле делать этого не будет, потому что пока мы просто смотрим, устраивает ли нас то, что там произойдет. Он бы сначала установил пакет НТПД, но на самом деле пакет уже установлен, он бы его затем запустил, он бы добавил подобное содержимое в файл НТП.conf, то есть он просто видоизменил бы его по сравнению с тем, что там лежит, вот здесь вот показан div, от того, что сделал бы salt, и далее он остановил бы НТПД, выполнял первичную синхронизацию времени и запустил бы НТПД обратно. Предположим, эти действия нас устраивают, и мы готовы накатить конфигурацию в таком виде. Применим это. Итак, просмотрим то, что salt реально сделал. Да, пакет уже был действительно установлен, он поставил НТПД, включил его в автозапуск и запустил, записал нужные вещи в НТП.conf, остановил НТПД, синхронизировал время, вот там был даже какой-то офсет, потому что НТПД не работал, и время начало уезжать, и запустил НТПД обратно. Теперь сервис точного времени на этой виртуалке работает. Наша задача выполнена. В прошлом, в этом примере использовался шаблон, шаблонизатор джинджа, однако никаких, собственно, действий по шаблонизации не выполнялось. Накатывался весьма статический конфиг. Однако вы все были, конечно, вправе спросить, как же этот шаблонизатор работает, и какие данные, в зависимости от каких данных он может выбирать шаблон, и какие данные он может в шаблон подставлять. Это был бы вполне резонный вопрос. Эти данные в терминологии салта называются слон-грейнс, зерна. Зерна содержат вполне определенную информацию, о хосте, и посмотрим для примера, какие же именно зерна есть на вашей учебной виртуалке. Вы видите, что их там огромный список, перечислено, есть ли там SSD, перечислено вплоть до того, когда был выпущен BIOS, какие флаги включены в процессоре, как модель процессора, архитектура, присутствующие в системе диски, используемые в системе DNS-серверы, хостнеймы конфигурации сети, много чего другого. Вот графический адаптер, группа хост и все. И дальше также другие части конфигурации сети, вид операционной системы, версии ядра, дистрибутив, имя хоста и много всего прочего. Всего того, что может быть применено в зависимости от чего может быть применена различная конфигурация. И вся эта информация может использоваться в шаблонизаторе, также вы можете задавать свои собственные грейны. Как это делать, мы сейчас рассматривать не будем, чтобы у нас осталось время и на все остальное. И рассмотрим небольшой пример для того, как именно грейны могли бы примениться, опять же, на примере конфигурации НТП-сервера. Предположим, у вас есть некоторый набор хостов в вашей инфраструктуре, и есть, скажем, какой-то набор хостов, который должен заниматься синхронизацией времени между ними и внешними НТП-серверами, и все остальные хосты должны просто получать время с ваших НТП-серверов и синхронизироваться с ними. Таким образом, вы минимизируете взаимодействие ваших серверов со внешней сетью, и, может быть, у многих ваших серверов не было бы вообще доступа во внешнюю сеть, потому что он бы им не требовался. Например, часто не делают вообще никакого доступа во внешнюю сеть на серверах баз данных или на тому подобных хостах, к которым должны обращаться только другие хосты этой же инфраструктуры. Предположим, что группа хостов, на которых будет запущена НТП, синхронизирующийся с внешним миром, называется утил, а все остальные хосты будут синхронизироваться с ними. Тогда, если в названии хоста содержится утил, тогда разрешим с этими хостами синхронизироваться с всем остальным из данной приватной подсети. в данном примере это все подсети 192.68.00.16 и сконфигурируем синхронизацию с серверами из пола Центоса. А для всех остальных хостов разрешим использование этого НТПД только с локального хоста и укажем его синхронизацию с серверами нашей инфраструктуры. Таким образом, можно иметь один шаблон конфигурации в данном примере НТП и использовать его для работы со всеми остальными вашей инфраструктурой, в которых конфигурация должна быть различной. В данном случае iBurst означает то, что сразу несколько запросов будет отправлено на этот сервер на случай потери пакета. Вы можете это увидеть в Мане по НТП. Вот смотрите. что если сервер недоступен, то сразу пытаемся отправить туда восемь пакетов вместо одного и может быть хоть один да пройдет. Это у нас случай пакет лосса. И предлагаю на этом наше весьма сокращенное рассмотрение Solta закончить и перейти к домашнему заданию номер четыре, которое собственно содержит в себе использование Solta и конфигурацию DNS-сервера. Я сейчас открою презентацию прошлого занятия, на котором должно было быть выдано домашнее задание, если бы мы успели. И давайте сразу обсудим так, чтобы вам было понятно, что требуется сделать. Вот домашнее задание номер четыре. Необходимо подготовить Solstate в виде одного SLS-файла или их набора, таким образом, что другие State-файлы будут зависеть от этого. Как можно увидеть в расширенной документации поставить, если вам это покажется эстетически более важным. Или вы можете сделать так, как мы это сделали на занятии одним State-файлом, подготовить State-файл и шаблоны конфигурации, предназначенные для разворачивания пары DNS-серверов бинт, обслуживающих одну и ту же зону, скажем, зону example.com и сконфигурированных в качестве мастера и слейва. Все это мы рассматривали на седьмом занятии, как устроена репликация DNS-серверов, как конфигурируется обслуживание зоны, и вам нужно будет эту конфигурацию автоматизировать. Присылайте соответственно на проверку содержимое вашего файла репликация салте. У кого-нибудь есть какое-то недопонимание того, что требуется делать в рамках домашнего задания? Перейдем наконец к основной теме сегодняшнего занятия, которую, правда, пришлось немного сократить из-за того, что у нас с прошлого раза осталась система управления конфигурацией. и продолжим. Тема сегодняшнего занятия может быть не настолько критична для вашей основной специальности разработчиков веб-приложений, но для темы данного курса системного администрирования как Linux в частности, так и вообще эта тема очень важна и очень, так сказать, болезненна. Есть такое изречение, что люди делятся на тех, кто еще не делает бэкапы и тех, кто уже их делает. Действительно до стадии, когда кто-то их уже не делает, не доходит практически никто, поэтому предположим, что мы их сейчас делать начнем и обсудим то, как именно бывает резервное копирование, какие основные задачи оно решает и с какими проблемами при резервном копировании приходится сталкиваться. Во-первых, резервное копирование. Задачи резервного копирования системы администрирования часто делятся на два основных класса. Это резервное копирование самой операционной системы, того, что было там установлено, файлов конфигурации, просто по системным системным пакетам для того, чтобы в случае чего можно было восстановить систему в неизменном виде и заставить ее продолжить работать. И второе вид, это копирование каких-то данных, находившихся в каком-либо, например, в базе данных или в каком-то файловом хранилище. И здесь при решении этих задач встают различные проблемы. Основная проблема резервного копирования данных это обеспечение консистентности резервной копии. Вы, вероятно, уже на остальных курсах технотрека слушали то, что касается баз данных и знаете, что, во-первых, например, в часто используемой базе данных МСКОЛ не все движки поддерживают транзакционность, а при нетранзакционной работе у вас может возникнуть ситуация, если, например, при резервном копировании вы скопируете данные, находившиеся посередине какой-то операции. Предположим, можете сами привести пример такой ситуации, когда данные в базе могут оказаться неконсистентными из-за такой ситуации, что в случайно выбранный момент один нужный запрос прошел, а другой нет. Вы же, наверное, что-то уже знаете о революционных структурах. Ну, например, вы знаете о структурах один ко многим или много ко многим. И опять же, как я уже говорил, в том же МСКОЛ не все движки поддерживают транзакционность. При работе с движком МСАН, например, у вас каждый запрос будет как бы изолированный. И если один из них не прошел, то другой откатить не удастся. И сами данные в базе не будут находиться в консистентном состоянии обязательно после выполнения одного запроса до выполнения другого. То есть, наверное, если у вас была бы какая-то подобная структура, какой вообще у вас сейчас такой учебный проект на, скажем, на веб-технологиях? хорошо, блок. Вот в блоге есть, например, автор постов и есть его посты. Как там выглядит структура данных, связывающая с то, как у вас хранятся посты и с тем, как у вас хранятся возможные авторы? Вот. Вот. Хорошо. Если представить себе, чтобы, скажем, добавили нового пользователя и добавили его пост, может возникнуть хорошо, даже не так. Предположим, у пользователя есть какое-то свойство, например, счетчик постов, который хранится у него статически, чтобы не высчитывать его каждый раз для показа. И, предположим, у него есть пост. Тогда при добавлении поста будет необходимость добавить пост и инкрементировать этот счетчик. Если движок данный в базе не поддерживает транзакции, может возникнуть такая проблема, что один запрос уже прошел, а другой нет. Если вы восстановите на этом месте базу из бэкапа, то окажется, что, например, счетчик сбился. Это нехорошая ситуация и приходится таких ситуаций избегать. Это основная проблема резервного копирования данных. При резервном копировании системы эту проблему пренебрегает. Считается, что конфигурационные файлы или какие-то обновления пакетов в системе меняются значительно реже, чем, например, скажем так, типичный прежуток по времени между этими операциями меньше, чем время, которое выполняется бэкап. И таким образом просто берут и снимают и забирают из системы текущий набор файлов и сохраняют их. Вторая проблема при резервном копировании это хранение данных. Данных при резервном копировании может возникать много. Например, у вас база данных занимает столько-то места, а если вы регулярно резервно копируете, то резервные копии будут занимать гораздо больше места, чем сама база данных. Какие подходы можно применить здесь? Ну, во-первых, для того, чтобы просто иметь какую-то резервную копию, нужно взять и снять ее еще раз. Дальше, взять и снять ее, вернее. После, что, как быть, если вам нужно снять следующую резервную копию, например, на следующий день? Можно взять и снять еще один бэкап, еще один бэкап и еще один. Тогда, если вам нужно, например, хранить бэкапы две недели, у вас будут 14 резервных копий и они, ну, даже с учетом архивации, возможно, проархиваться и все жмется в три раза, то почти в пять раз резервные копии будут занимать больше места, чем, собственно, данные, которые вы копируете все вместе. Как же в этом случае поступить? И, кроме того, крайне редко данные в себе берутся, меняются до неузнаваемости. Часто там, что может что-то добавляться или что-то немножечко удаляться, но в целом, скорее всего, скажем, да, да, скажем, за один день данные изменились не сильно. Поэтому возникает идея сохранять, например, не новый полный бэкап, а разницу между текущим состоянием и тем, которое было в предыдущем полном бэкапе. Это называется дифференциальный бэкап. В таком случае придется хранить, например, один полный бэкап и 13 файлов. Это нации таких бы дифференциальных бэкапов с разницей между текущим днем и полным бэкапом. И в таком случае, если данные меняются совсем медленно, можно будет сэкономить очень много места. То есть, по сути, хранить один бэкап плюс небольшие дельты. А как быть, если бэкапы нужно хранить долго, да и дельты могут казаться не столь уж небольшими, если, например, рейт изменений большой. В таком случае размеры дифференциального бэкапа будет все расти и расти по мере его удаления от полного бэкапа. И хотелось бы как-то уменьшить занимаемое место. В таком случае применяется так называемый инкрементальный бэкап. Инкрементальный бэкап содержит только данные, изменившиеся со времени последнего полного или инкрементального бэкапа. И при восстановлении нужно сначала накатить полный бэкап и потом накатить последовательно все инкрементальные. В этом процедура восстановления сложнее, чем в случае использования дифференциального бэкапа, когда нужно накатить сначала полный бэкап, а потом поверх него только один требуемый для данного времени восстановления дифференциальный. Таким образом, инкрементальный бэкап В случае, если резервные копии нужно хранить в течение долгого времени, позволяет вам обеспечить наилучшую эффективность по месту, но это приводит к наибольшему усложнению восстановления резервных копий. Ну и кроме того, если случайно потеряется или в какой-то причине повредится один из инкрементальных бэкапов, все остальные инкрементальные бэкапы, сделанные после него, превратятся в тыкву. Их уже невозможно будет накатить. Поэтому часто применяется компромиссный вариант, раз в определенный промежуток времени, скажем, раз в неделю делается полный бэкап, а потом относительно него делаются шесть инкрементальных, а потом делается снова полный. Так, чтобы не возникало подобной аккумуляции проблемы, что, извините, бэкапов оставить не можем, потому что мы случайно удалили инкрементальный бэкаду к месячной давности, а без него мы не можем оставить ничего, что было позже этого. Для резервного копирования операционной системы, как я говорил уже, мы просто будем в дальнейшем пренебрегать изменениями, которые могут произойти во время резервного копирования. В большинстве случаев это не очень критично, да и изменения в конфигах выполняются не так часто, и кроме того, часто резервное копирование назначают, например, в ночное время, когда штатные изменения люди обычно не выполняют вообще. Поскольку в большинстве случаев у практически любого сервиса есть выраженные пики и спады активности, и как раз-таки на такой спад активности, который часто приходится на ночь и назначают время резервных копий, так, чтобы в это время нагрузка от пользователей была как можно меньше. Ну и в подобной ситуации нужно будет просто снять слепок системы или полный бэкап, то есть или дифференциальный, например, бэкап или инкрементальный, в зависимости от выбранной стратегии, относительно последнего полного и сохранить его. Ну а в ситуациях, когда диплей серверов очень хорошо автоматизирован, то резервным копированием операционной системы, подчеркиваю, операционной системой конфигурации вообще пренебрегают. Резервный копирование данных, конечно, не пренебрегает, поскольку никакая система автоматизированного диплеевом данные просто так не восстановит заново. Но сами настройки системы, установленные пакеты, установленные конфигурации, установленные приложения и все прочее, в таком случае часто бывает проще восстановить с ноля, то есть засетапить ход снова и накатить на него требуемую конфигурацию. В таком случае резервный копию вообще не держит, экономит место, так как даже если произойдет сбой, ей все равно никто не будет пользоваться. Удобнее засетапить все с ноля. Однако мы рассмотрим то, как это резервное копирование может сделать, так как подобного уровня автоматизации удается достичь далеко не всегда. В качестве примера мы рассмотрим систему резервного копирования бакула. Во избежание дальнейших вопросов я рекомендую вам сразу понять и архитектуру ее устройства. На хостах, подлежащих резервному копированию, установлены так называемые файл демоны. Вот там указан файл демон. Он установлен на каждом хосте, подлежащем резервному копированию, и он занимается тем, что ждет команд. А по команде может выполнить резервное копирование и отправить данные туда, куда скажут. Куда скажут – это в так называемый сторидж демон. Сторидж демон управляет хранилищем бэкапов, и по команде может отдать информацию о хранящихся у него бэкапах, или по команде он может аллоцировать, например, какое-то новое место для хранения данных, и он может принять, собственно, от файла демона эту резервную копию и сохранить ее на физическое хранилище. Директор – это, как вы уже, наверное, догадались из названия, центральный демон, управляющий демоном, то есть система резервного копирования. Именно он хранит в себе то, когда именно и как именно должны выполняться бэкапы. Он отдает указание файл демонам выполнить те или иные резервные копии, и указывает, в какой сторож демон эти резервные копии файл демон должен отправить. Данные о том, какие резервные копии сейчас есть, что в них содержится, какие атрибуты файлов и так далее, хранятся в реляционной базе данных, и к ним обращается директор. Консоль баклы – это интерфейс для работы системного администратора. В этом интерфейсе выполняются команды, и выполняемые команды отправляются к директору, а он уже выполняет требуемые этими командами действия. Таким образом, по схеме, еще раз, чтобы пройти, например, должен выполниться полный, скажем, в 2 часа ночи, сегодня должен выполниться полный бэкап такого-то хоста. Что происходит? Директор видит, что настало время по расписанию выполнить резервное копирование. Он отдает команду файл демону соответствующего хоста подготовить полную резервную копию и отправить на такой-то сторож демон, который был сконфигурирован. Файл демон это выполняет, отправляет данные непосредственно на сторож демон. Сторож демон сообщает в этом директору, что ему поступил бэкап, и бэкап содержал в себе какие-то файлы и какие-то директории. А директор информацию об этом бэкапе сохраняет в своей реляционной базе, отмечает, что бэкап прошел успешно, и что следующее нужно будет выполнять также по расписанию. После того, как, надеюсь, вы поняли архитектуру работы бакулы, предлагаю перейти к ее конфигурации. В первую очередь, конечно же, установим пакеты бакулы. Далее, поскольку бакулы умеют работать с несколькими СУБД, обязательно укажем ей, что в данном случае нужно будет работать с СУБД МСКОЭЛ. Альтернатив с минус-минус конфиг, либо кат с СО, в данном случае именно это и выполняет. В ETC альтернатив с либо кат с СО создаст симлинк на библиотеку, отвечающую за содержащую, вернее, в себе драйвер работы с нужной СУБД. И работать, естественно, будем с МСКОЭЛем, поэтому здесь нужно выбрать один, либо кат с МСКОЭЛЕСО. Выбрали. Не упускаем этот пункт, потому что... Иначе в дальнейшем у вас будут проблемы на ровном месте с подключением к базе данных. Далее создадим базу данных и выдадим пользователю бакулы на ней гранты. Далее создадим базу данных и выдадим пользователю бакулы на ней гранты. И, конечно же, такой пароль использовать в проверяемой работе не стоит, но для учебных целей подойдет. После этого выйдем из МСКОЭЛа и скажем в бакуле подготовить таблицы в созданной только что базе данных. Вот, таблицы подготовлены. Поскольку я назначил имя этой базы данных по умолчанию, мне не нужно указывать имя базы данных в МСКОЭЛЕСО, так как она по умолчанию использует базу данных бакула. Далее следует подготовка конфигурационных файлов. В VTC бакула вы найдете конфигурационные файлы, бакулы SD, сторож демона, бакулы FD файл демона, бакулы директора и биконсоли. Во всех них упоминаются различные пароли, которые используются для взаимодействия компонентов и для того, чтобы обеспечить безопасность работы всей этой инфраструктуры, на случай, если, например, все расположено на разных хостах. Понятно, что вы бэкапите в реальных ситуациях какой-то набор хостов, и этот набор хостов будет бэкапиться на конкретной сторожде сервера, а директор может вообще быть запущен не там. Для того, чтобы обеспечить безопасность всей этой конфигурации, ведь если бы злоумышленник смог туда подключиться и сформировать такие запросы, что, мол, сделай себе бэкап системы и отправь его мне, он мог бы получить полный слепок вашей системы и, получив его, например, украсть ваши данные или находить новые векторы атаки. Поэтому все взаимодействие между демонами бакулы происходит с авторизацией, и там будет много-много мест, в которых в конфигах есть плейсхолдеры для паролей. Вот так, например. Они сейчас нужны собака-собака, что-то паспорт. Например, собак-собака, дир-паспорт, пароль директора. Но поскольку сейчас мы только учимся, я предлагаю просто все эти плейсхолдеры заменить на одинаковый пароль-паспорт, для того, чтобы вам было проще и мы все успели. То есть мы возьмем и укажем везде пароль-паспорт вместе всех этих плейсхолдеров, во всех этих конфигах. Предлагаю вам это сделать. Я это сам сейчас тоже сделаю. Вот, я это сам сделал. Вы можете воспользоваться моей идеей или можете это делать вручную. Но и конкретную команду эту я вам специально не указывал, чтобы вы могли подумать самостоятельно, как же это все выполнить побыстрее. Можете еще раз чуть выше поднять. Что именно? Ой, извините, я переключился не туда. Да, что именно вам поднять? Да, это вот вот здесь. Либо КЦСО или что? Нет, я посмотрю, как вы запустили сервис, а мы их набираем. Да, у нас же база данных не запущена. Давайте добавлю себе на хосте в автостарте, чтобы в следующий раз такого не было. И пока выполним этот первый этап, после этого убедимся, что никаких плейс-холдеров у вас не осталось. Скажем, вот так вот. Вот таким методом убедимся, что все плейс-холдеры эти заменены. Вам рекомендую их также у себя поменять и проверить таким же способом. Тогда мы перейдем к дальнейшей конфигурации с обсуждением юз-дерыва. Далее. Начнем с конфигурации сторож-демона. В ETC-бакула SD-conf допишем. Это ключи говорят, допишем, а не заменим. Следующее. Во-первых, сконфигурируем, где именно мы будем хранить наши данные. Да, вот в этом пункте это я сам забыл выполнить, а вы все, наверное, не забыли и сделали. Создадим эту, подготовим сначала эту директорию, в которой будут храниться бэкапы. И в конфигурации сторож-демона настроим хранение бэкапов данной директории. Скажем, что там есть девайс, который будет называться таким образом. И также настроим так называемый. Вы, конечно, вправе спросить, зачем такая сложная конфигурация? Почему бы просто не указать, что данные на этом сторожа хранятся в таком-то директории, и все будет в порядке? Зачем, во-первых, какой-то девайс, потом еще авточейнджер? Дело в том, что далеко не всегда для резервного копирования используется вот такая вот файловая система общего значения, как у нас. Иногда для того, чтобы хранить долго большой объем данных, используются, например, ленточные накопители, на которых цена за гигабайт места очень низка, и последовательная запись тоже выполняется с относительно высокой скоростью, хотя и поиск нужного места приводит к перемотке кассеты и происходит очень долго. Для резервного копирования это вполне подходит, и в таком случае может использоваться, например, несколько подобных ленточных устройств, и бакула поддерживает также работу с ленточками. Соответственно, есть устройство типа авточейнджер, которое при необходимости может брать и запускать автоматическую замену ленточек. И таким образом работать сразу с несколькими устройствами. Однако в нашем случае все тривиально, устройство вот одно, файл чейнджер, и то оно хранит данные в файлах, поэтому никаких методов замены у нас нет. Чейнджер команд пустая и чейнджер девайс дефнул. Никаким образом автоматически менять кассеты в нашем случае не придется, хотя бакула это поддерживает в случае необходимости. Теперь перейдем к более объемной задаче «Настройки директора». Во-первых, в настройках директора нужно настроить доступ к базе данных. Это было на самом деле в более ранних указаниях, вы, наверное, это все сделали, но для тех, кто об этом забыл, я напоминаю, чтобы затем не было таких вопросов. Вот здесь есть секция «Каталог», и там указано db name Bacula, db user Bacula и db password, нужно указать тоже Bacula. С такими реквизитами будем осуществлять доступ к базе. Настраиваем это сразу. В ETC Bacula, Bacula Dirk Conf. Сейчас мы переходим к настройке директора. Как вы видели, наверное, на схеме архитектуры, с базой данных работает Bacula Director. Настроим, во-первых, расписание бэкапов. Назовем его S1 от английского S-Shadow. И укажем, что полный бэкап выполняется, скажем, в воскресенье в 2 часа ночи, а инкрементальные бэкапы выполняются с понедельника по субботу, также в 2 часа ночи. И настроим конкретный сторож. Работу с конкретным сторожем. Вот вы видите, что по данной шедуле выполняется работа со сторожем S1, а по другой шедуле могла выполняться работа с другим сторожем, например. И здесь мы настраиваем доступ к конкретному сторожу, который в данном случае находится на конкретном хосте 107.0.1 и на таком-то порту. Там мы будем работать с девайсом FileChanger 1, который мы только что создали. И максимум 5 конкурентных джобов, как и там. Для того, чтобы одновременно можно было выполнять несколько бэкапов. Также сконфигурируем конкретный джоб для бэкапа нашей локальной виртуалки. Там же в бакула-дир делаем вставку. Настроим. И естественно, как всегда, при настройке брезервного копирования хоста, на котором стоит сама бакула, нужно исключить из бэкапа среди прочих директорий и еще и директорию, содержащую данные бакулы. В данном случае это бета-дата бакула. Я это специально исключил, не включил сразу для того, чтобы вписать это и проговорить голосом. Это потому что тогда после первого же сделанного бэкапа, в инкрементальном бэкапе будут находиться файлы бэкапа, в следующем инкрементальном бэкапе будут находиться файлы этого бэкапа и так далее. В итоге будет куча лишних данных, а в случае восстановления полного бэкапа, то оно еще и может перетереть имеющиеся файлы бэкапов. Это неправильно. Поэтому мы просто возьмем и исключим директорию дата бакула из резервного копирования. В конфигурации джоба укажем следующее, что имя джоба будет локалхоз, бэкап локальной виртуалки, это будет джоб по умолчанию, для него будет использоваться расписание S1, которое мы ранее задали. Максимальный размер временных файлов этого бэкапа 20 гигабайт, после чего он должен влажиться. Максимум конкурент джоб поставим тоже в 5, как там вместо того, что у меня стоит сейчас презентации. Укажем, что сохраняем все файлы, кроме каких-нибудь определенных, например, кроме файлов кори дампов. Но это в качестве примера, что можно взять и исключить какое-то файло из сохранения. И используем при сохранении данных архивацию к зипам. И используем галоритм хеширования MD5 для того, чтобы проверять целостность. MD5, конечно, уже криптографически стойким галоритм хеширования не считается. К нему относительно просто подобрать коллизию. Но для простых задач проверки контрольной суммы, там, где опасности возникновения коллизии нет, MD5 вполне еще годится. И указываем, что определенные директории, например, псевдофайловые системы ProcAssist, также директории Warspool Bacula и Data Bacula и прочие системные директории исключаются из бэкапа. И указываем, наконец, что для данного джоба используется клиент, находящийся на локальном хосте на порту 9102 и к которому можно обращаться с паролем паспорт. Запустим демонов и проверим, чтобы все заработало. Сначала запустим файл демона, который ни от чего не зависит. Вообще он просто висит себе и ждет указаний. Затем запустим сторож демона, который, в принципе, тоже меньше всего зависит от прочего. И затем запустим директора. Запустили директора. И попробуем к нему подключиться. Да, мне удалось, я набрал команду биконсоль, и таким образом, с помощью нее, мне удалось подключиться к директору. Первое, что... Хорошо, обсудим дальше, пока предложим вам всем дойти до этого этапа, когда вы все сконфигурировали и можете подключить... Запустили и можете подключиться к директору. Теперь мы скажем, что директор прикажет сторож демона добавить дата файлы, в которых будет происходить хранение бэкапов. Для этого нужно выполнить команду add. Добавляем что в файлы. Добавляем в ресурс файл. Создаем, например, два тома. И называем их словом воль. И начинаем с номера один. Создали. Он автоматически будет задаваться сторож демоном. И перезапустим баку в USD. Отлично, перезапустили. Теперь попробуем выполнить бэкап. Посмотрим сначала текущее расписание директора. Статус дир. Вот, запланирован на 2 часа ночи бэкап локал хост. Выполним его сейчас принудительно. Run localhost. Yes, запустить. И смотрим, что происходит. Вот он, бэкап запущен. Можно видеть, что... Сейчас, где это можно видеть? Или есть какая-то проблема? Нет, раненка. Да, вот теперь можно видеть, что бакул файл демон запущенный. Демон выполняет какие-то операции. Бакул файл сторож демон тоже работает и принимает от него данные. И кладет их в спул. Когда бэкап будет выполнен таким образом, вы увидите, что он выполнен все успешно. Но поскольку времени у нас не очень много, предположим, что всего, что успехом сегодняшнего дня будет просто то, что вы его успешно запустите. Предлагаю сейчас все это выполнить, то есть добавить файлы для сторож демона, перезапустим сторож демон и, скажем, бэкап делается. Какая? Проверить, сколько места занимает данная директория. Но пока все пишется в спул немного. Потому что сначала бэкап пишется в спул, а потом раскладывается по дата файлам. Вот он сейчас пока еще идет. Я вам предлагаю также добиться его запуска. И на этом будем считать занятие успешно выполненным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok